Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередной масштабный сравнительный тест больших рамных внедорожников И в этот раз мы собрали его ради нового Chevrolet Tahoe Согласитесь, вот так с первого взгляда эта машина очень впечатляет Достаточно просто посмотреть на какой высоте находится этот капот Здесь огромные размеры, яркая выразительная внешность, плюс супер просторный интерьер, революция в технике и еще много всего интересного А в качестве конкурента сегодня выступает тот, кто один из наших сравнительных тестов уже проиграл Это Land Cruiser 300 Но если в тот раз мы катали бензиновую юбилейную версию, у которой были проблемы с настройкой автомата и вопросы к управляемости, к плавности хода То сегодня взяли специальную версию GR Sport с дизелем Посмотрим, как выступит такой крузак, сможет ли он реабилитироваться и как на его фоне проявит себя новый Tahoe Итак, погнали! В Америке вот такой Tahoe пятого поколения вышел в 2020 и уверенно сохраняет там статус самого продаваемого полноразмерного внедорожника В год в США покупают больше 100 тысяч вот таких машин, плюс еще 50 тысяч субурбанов, то есть удлиненных версий У новой платформы под названием T1 сохранилась рама, но в шасси произошла настоящая революция Теперь здесь полностью независимая подвеска То есть сзади вместо неразрезного моста стоит многорычажка, а вместо пружин используются пневмобаллоны Раньше представить все это на Tahoe было просто невозможно В США пневмо может приподнять машину на 5 сантиметров, но российский Tahoe умеет лишь опускаться в положение для посадки, а увеличение дорожного просвета недоступно Насколько я понимаю, это связано с сертификацией и с безопасностью пешеходов По нашим техрегламентам у Tahoe очень высокий капот Хотя, честно говоря, сильно сомневаюсь, что в случае чего вот эти 5 сантиметров помогут при встрече с такой трехтонной громадиной А Tahoe это действительно громадина, 5 метров и 35 сантиметров длиной, это почти на 40 сантиметров больше, чем у Land Cruiser А еще Tahoe на 7 сантиметров шире Это один из самых больших автомобилей на нашем рынке и крупнее него, по сути, только удлиненные скалы Возвращаясь к пневмоподвеске, понятно, что там, скорее всего, стоит банальное программное ограничение Но обходить его наши дилеры пока не научились И, увы, несмотря на весь технологический прогресс вот этой новой платформы, для нас есть и другая печальная новость Топовый V8 на 6,2 литра, который нам знаком по предыдущему Tahoe и новейший 6-цилиндровый турбодизель остались на американском рынке А в Россию Tahoe поставляется со своим базовым V8 объемом 5,3 литра Это самая последняя версия из шевролетовских атмосферников серии LS Здесь алюминиевый блок, непосредственный впрыск, есть система старт-стоп и система отключения цилиндров Но интересно, что при этом здесь до сих пор один единственный распредвал с нижним расположением И два клапана на цилиндры, которые приводятся через толкатели и кора мысла Отдача 343 силы и 512 ньютон-метров И для сравнения топовый мотор 6,2 это 416 сил и больше 600 ньютон-метров момента Так что потеря очень даже ощутимая Коробка передач здесь это классический 10-ступенчатый автомат совместной разработки концернов GM и Ford А полный привод у таха подключаемый Основной момент идет на заднюю ось, а вперед он передается через многодисковую муфту Плюс есть возможность ее принудительной блокировки, понижающая передача и задний самоблокирующийся дифференциал Фишка лэнд-крузера в версии GR Sport это в первую очередь классный оригинальный дизайн Если стандартный крузак выглядит достаточно скучно и никаких эмоций не вызывает, то вот эта брутальная внешность мне нравится И очень круто, что спереди здесь вместо стандартной эмблемы сделана крупная надпись Toyota, которая отсылает к легендарным крузакам прошлых поколений, к 70-ке и к 80-ке Еще на кузове появились акценты из черного пластика, например, нижняя часть бамперов, накладки на арки и дверные ручки А технически GR Sport повторяет комплектацию Comfort Plus Здесь стоят все три блокировки, подвеска с адаптивными амортизаторами и системой KDSS, то есть с отключаемыми стабилизаторами и 18-дюймовые колеса У дизельной версии абсолютно новый мотор V6 объемом 3,3 литра с двумя турбинами Он, напомню, заменил прежний V8 4,5 Блок у этого двигателя чугунный, но по сути это единственное олдскульное решение, которое здесь осталось В остальном это сложный современный дизель Максимальное давление впрыска здесь составляет 2700 бар Стоят пьезофорсунки последнего поколения Жидкостный интеркулер с отдельным контуром охлаждения И еще один интересный момент Угол развала цилиндров у этого мотора 90 градусов, как у V8 на Chevrolet Хотя общий принятый стандарт для V6 это 60 градусов Toyota выбрали такую схему, чтобы уменьшить высоту двигателя И чтобы разместить здесь наверху ту самую пару турбокомпрессоров с радиатором интеркулера Но из-за нестандартной компоновки пришлось добавлять сюда балансирный вал В общем на вторичке этот мотор наверняка подкинет какие-нибудь сюрпризы Зато в исправном состоянии он выдает 299 сил и 700 ньютон метров момента И напомню, что коробка передач у Land Cruiser это 10-ступенчатый классический автомат А полный привод, конечно же, постоянный с межосевым дифференциалом Torsen и само собой с понижайкой По моим замерам дорожный просвет у Land Cruiser под защитой моторного отсека это 22,5 сантиметра А у Tahoe 23 Вроде бы неплохо, но на самом деле по геометрической проходимости по сравнению с крузаком Это практически большой минивэн Угол въезда здесь всего 23 градуса против 32 у Toyota Но еще больше проблем под днищем Задний стабилизатор неаккуратно свисает на расстоянии 20 сантиметров от земли А под задними рычагами я намерил всего 15 сантиметров Друзья, сейчас многим из нас важно качественно и при этом выгодно обслуживать свои нынешние автомобили Для этого на сайте Автоспот вы можете записаться на плановое ТО со скидкой Плюс на Автоспоте вы можете подобрать себе как новый автомобиль Так и автомобиль с пробегом от официальных дилеров и проверенных продавцов Все ссылки есть в описании Давайте сравним багажники Начинаем с Land Cruiser Здесь заявленный объем 909 литров Вроде бы серьезная цифра Но на самом деле вот так на глаз этот отсек не кажется каким-то супер вместительным И сейчас когда вы увидите багажник Tahoe Вы поймете о чем я говорю Кроме того здесь нет правильной формы Поскольку выпирают колесные арки У Tahoe в отличие от Land Cruiser Есть третий ряд сидений И даже когда он поднят По американской спецификации Здесь получается аж 722 литра Просто какая-то фантастическая цифра Но естественно это имеется ввиду загрузка до потолка И кстати оцените скорость С которой электропривод складывает и раскладывает третий ряд А вот в такой конфигурации здесь уже получается больше 2000 литров И форма этого отсека в отличие от Toyota правильная И кстати еще одна приятная фишка багажника Tahoe Это откидывающееся заднее стекло Это удобно когда сюда нужно положить какие-то мелкие вещи Обзор салона начинаем с третьего ряда Tahoe На него можно пробраться двумя способами Можно сложить кресло и откинуть этот сэндвич вперед Или благодаря тому что в этой комплектации стоят Отдельные так называемые капитанские кресла Можно пролезть между ними И вот что дала Tahoe задняя многорычажка Пол здесь расположен практически на том же уровне Что и во всем остальном салоне А это значит что подушка дивана поднята высоко И благодаря этому посадка получается на удивление удобная Я бы только добавил еще регулировку угла наклона спинки Но в принципе и так здесь все неплохо Причем вот это кресло отодвинуто практически до упора назад Но даже так у меня остается Ну такой чисто символический небольшой запас места в коленях И еще важный момент Формально здесь на третьем ряду три места То есть здесь три ремня безопасности Но правда подголовников только два И еще здесь на третьем ряду нет креплений Isofix Напомню что это уже второй сравнительный тест С участием Land Cruiser 300 на нашем канале И повторюсь Сзади здесь особо не разгуляешься Да по оснащению это очень неплохой второй ряд Здесь есть две отдельные зоны климата Подогрев и даже вентиляция вот этого дивана Но посмотрите какая получается посадка Места немного, пол поднят высоко Поэтому выходит можно сказать такая скромная лавочка Особенно на фоне таха Потому что здесь друзья просто королевский простор И посадка за счет низкого пола получается гораздо удобнее Кресло регулируется продольно И по углу наклона спинки в широком диапазоне Так что можно сесть вот в такой удобной расслабленной позе Да и по оснащению этот второй ряд в принципе очень неплох Не хватает разве что вентиляции вот этих самых капитанских сидений Есть отдельная зона климата, подогрев, зарядные разъемы, полноценная розетка И вот такие два удобных стационарных подстаканника Плюс мониторы для задних пассажиров с неплохим разрешением Ну и места как видите здесь столько, что ваши дети смогут играть в догонялки В общем мне кажется что это один из самых просторных и самых комфортных салонов Если не брать какие-то бизнес шаттлы на базе микроавтобусов Про водительское место лэндкрузера я вам уже несколько раз рассказывал В общем-то с базовыми вещами здесь все неплохо Удобная посадка за рулем, нормальное кресло и хорошая обзорность Плюс все функции здесь выведены на крупные физические кнопки Мне нравится как выглядит вот эта классическая аналоговая приборка Но интерфейс тойотовской мультимедийки по традиции простоват А особенность версии GR Sport это оригинальная отделка сидений Несколько логотипов и черный потолок Но по уровню исполнения это просто обычный интерьер И ничего сверхъестественного и премиального он из себя не представляет В Tahoe сидишь заметно выше и вообще здесь возникает ощущение Будто ты находишься за рулем какого-то небольшого компактного тягача Потому что все здесь огромное и массивное Куча места, широченный центральный тоннель Перед тобой большой высокий капот Толстенные стойки, причем как передние так и центральные И крупные зеркала Плюс как и в Land Cruiser здесь много больших физических кнопок По дизайну все в принципе просто Материалы далеко не премиальные Хотя с довольно приятной фактурой Тем не менее можно найти какие-то огрехи в качестве сборки Здесь нет вентиляции сидений, в отличие от Land Cruiser Хотя на американском рынке она доступна Ну и задние стеклоподъемники тут без автоматического режима Хотя надо понимать, что в Америке это практически масс-маркет На приборке есть большой красочный дисплей со множеством функций Но сами шкалы спидометра и тахометра выглядят простенько И еще расскажу о некоторых необычных решениях И в первую очередь это отсутствие классического рычага автомата Вместо него здесь вот такой кнопочный блок Причем эти кнопки нужно не нажимать, а тянуть на себя Чтобы включить нужную передачу Но в принципе привыкаешь к этому достаточно быстро Кроме того, немного странно, что шайба управления полным приводом Расположена не на центральном тоннеле А вот здесь в углу слева от руля И еще одна особенность У ТАХа всего один подрулевой рычажок Который отвечает и за поворотники, и за дворники Вдобавок придется привыкнуть к тому Что кнопки громкости на руле расположены вот здесь, с обратной стороны Мультимедийка у ТАХа, на мой взгляд, вполне приятная и шустрый Интерфейс нарисован понятно Естественно, есть Apple CarPlay и Android Auto И продвинутая система кругового обзора С качественной картинкой и множеством режимов Напомню, что мы уже откатали бензиновый Land Cruiser в юбилейной комплектации И в сравнительном тесте с Infiniti QX80 он выступил слабо Мне тогда не понравился задумчивый автомат Огромные крены и плавность хода Согласитесь, принципиальные вещи Поэтому к дизельному GR Sport у меня созрели два главных вопроса Как настроен силовой агрегат И как работает шасси с системой КДСС Итак, 0.100 для дизельного Land Cruiser Поехали 8 секунд ровно Понятно, что результат для крупного рамного внедорожника вполне приличный Но просто бензиновый крузак задал высокую планку аж в 6,5 секунд Зато здесь наконец-то появилось внятное управление тягой И в ощущениях эта динамика, пожалуй, даже приятнее Конечно, когда ты дожидался таки реакции от бензиновой машины Подхват был ураганный Но куда важнее, что здесь гораздо более отзывчивая педаль газа И адекватный автомат Ты чуть нажал, и дизель сразу же дал тебе приятный подпор Вообще, каких-либо заминок минимум Поэтому ехать на таком Land Cruiser ощутимо удобнее Даже реакция на кикдаун здесь довольно шустрая А вот и наш традиционный замер 80-120 в обычном режиме Газ в пол 5,4 Кстати, расход выходит в районе 15 литров И все было бы здорово, но этот мотор получился слишком громким Особенно на фоне бархатной бензиновой шестерки Послушайте На разгоне тут слишком навязчивый рокот И это обидно Потому что в остальном шумка у 300-го на хорошем уровне По управляемости ГР-спорт тоже понравился больше, чем юбилейка Там обычные стабилизаторы вообще не удерживали кузов А здесь система КДСС эффективно борется с кренами В гражданских режимах этот крузак ведет себя предсказуемо и адекватно Но надо понимать, что это все-таки по-прежнему большой рамный внедорожник с мостом сзади И со всеми сопутствующими особенностями Реакции у него флегматичные, а напрямой приходится слегка подруливать Жаль только, что подвеска у этой версии осталась грубоватой Даже на ровной с виду дороге она замечает много мелкого рельефа Поэтому вы постоянно ощущаете легкую тряску А на поперечных неровностях и каких-то глубоких ямах крузак едет жестко Да, собрано, да, с запасом энергоемкости Но комфортом это не назовешь Причем такой характер сохраняется и там, где крузак, по идее, должен расцветать То есть вне асфальта От подвески приходит много мелких тычков Задний мост вибрирует А склонность к раскачке по сравнению с юбилейной версией, конечно, поменьше Но несущественно В итоге дизельный ГР-спорт получается приятнее юбилейки Но, честно говоря, даже этот лэнд-крузер не оставляет после себя какое-то яркое послевкусие Бывает, что когда автомобиль западает в душу, тебе прям не хочется сдавать его обратно в пресс-парк Но в случае с крузаком лично у меня такого нет Да, здесь классная внешность, приятная динамика, серьезный внедорожный потенциал Тут никаких вопросов Но хочется иметь больше комфорта для простого ежедневного использования Давайте теперь посмотрим, чем ответит Тахо Здесь заявлено 8 секунд ровно Выбран спортивный режим Поехали 8,69 8,5 Теперь 80-120 В обычном режиме Газ в пол Хорошая реакция на кикдаун 5,6 Как видите, по цифрам Тахо едет практически так же, как лэнд-крузер Но эмоций Эмоций от разгона гораздо больше Здесь хочется улыбаться каждый раз, когда ты прикасаешься к педали газа И этот силовой агрегат очень харизматичный и отзывчивый Классический американский V8, во-первых, здорово звучит и обволакивает тебя своим фирменным голосом Послушайте Плюс к этому он дает тебе точную линейную связь по акселератору Автомат работает логично А еще Тахо при динамичном старте прыгает с места, словно какой-нибудь спорткар Расход, конечно, тоже спорткаровский Плюс-минус 20 литров Но мне кажется, что ради удовольствия с этим можно мириться А вот что не понравилось, так это педаль тормоза Она длинноходная, достаточно мягкая, вдобавок имеет ощутимый перепад по высоте относительно газа В общем, тормозить неудобно, хотя к эффективности этих механизмов у меня вопросов нет Нет вопросов и к управляемости Больше того, для такой огромной и тяжелой махины она здесь просто отличная По сравнению с Land Cruiser это другой, скажем так, более легковой уровень Реакции ощутимо бодрее и точнее То есть Тахо воспринимается более живой, более отзывчивой машиной по рулежке Крены меньше и, наконец, здесь логичное, приятное усилие на руле Но это практически легковой уровень Ты очень хорошо чувствуешь эту машину в различных поворотах В том числе и в пологих дугах, где обычно большие рамные внедорожники доставляют неудобства Вдобавок Тахо лучше держит прямую В общем, удивительно, но мне просто нравится управлять этим большим внедорожником Кстати, усилитель руля здесь электрический, как и на машине прошлого поколения Плюс к этому Тахо гораздо комфортнее на обычных городских дорогах Пневмоподвеска очень здорово разглаживает мелочь И дает вам практически ощущение полета над дорогой Стыки, различные продавленные люки Все это Chevrolet проезжает без грубости и мягче, чем Land Cruiser Но подвеска все равно получилась довольно противоречивой Потому что на крупных или острых неровностях на фоне Land Cruiser Ей ощутимо не хватает собранности и энергоемкости А на каких-нибудь совсем серьезных ямах могут быть даже неприятные намеки на пробой Причем есть ощущение, что задняя подвеска, скажем так, более жидкая, чем передняя В общем, если вы собираетесь ездить по каким-то разбитым дорогам где-нибудь в регионе То это, наверное, не лучший вариант Еще Тахо уступает Land Cruiser в шумоизоляции В первую очередь здесь больше гула от колесных арок Но разница на самом деле не критичная К тому же вы всегда слышите вот этот приятный голос мотора V8 Ну и, конечно, если у вас в планах выезды на какое-то серьезное бездорожье То здесь Land Cruiser вне конкуренции У Тахо в этом плане все просто Никаких специальных внедорожных режимов у него нет А все, что нужно сделать перед съездом с асфальта Это активировать режим 4-хай Который обеспечивает принудительную блокировку межосевой муфты По тяговым возможностям Тахо мне понравился На снегу ты очень хорошо контролируешь машину педалью газа И можешь точно дозировать момент на колесах Что особенно важно при старте с места Так что пока клиренс позволяет Тахо внушает определенную уверенность Но она легко может сыграть с вами злую шутку Потому что как только сугробы становятся глубже Задние рычаги срабатывают как якорь И машина моментально садится на брюхо Причем пневмоподвеска, как я уже говорил, не позволяет увеличивать клиренс А полноценной буксировочной проушины у Тахи сзади нет Цеплять трос придется к основанию фаркопа Потому что пластиковая заглушка на самом деле закрывает механизм опускания запаски В общем реальный внедорожный потенциал у Тахо слабенький А у Land Cruiser с тремя блокировками он ограничен лишь вашей смелостью Для сравнительно легких участков достаточно просто заблокировать центр И обязательно включить один из внедорожных режимов Например, глубокий снег, как сейчас В противном случае строгий трекшн не позволит вам даже тронуться А теперь просто давим на газ Когда нужно, откатываемся немного назад и снова вперед В общем, как видите, с той же глубокой целиной, в которой Тахо сразу увяз Крузак справился на раз-два И не оставил ни единого сомнения насчет своих внедорожных возможностей Что же получается в итоге, друзья? А в итоге лично мне больше зашел Тахо Конечно, если рассматривать эти автомобили для обычного ежедневного использования без экстремального бездорожья Харизматичная получается машина С огромными размерами, с заметной внешностью С супер просторным интерьером С классным мотором Плюс еще и с приятной управляемостью Хотя, надо признать, что вот эта подвеска для плохих дорог подходит так себе Конечно, Land Cruiser будут покупать больше За имя, за репутацию Но, честно говоря, не мое Вот такие сегодня выводы, друзья Спасибо вам за то, что посмотрели этот ролик Напишите ваше мнение в комментариях по поводу этого сравнительного теста Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик И до встречи через неделю Пока Субтитры подогнал «Симон»